Нас привезли здесь украинские военные из 23 микрорайона, когда начался там обстрел. И сюда всех привезли. Тут около было нас до 2000 человек. Сама организовались, питание, вроде-то волонтеры еду привозили. Это так спокойнее тут было. Потом линия фронта ишла сюда. И что? В начале мина 80-го, небольшая там прилетела. Но мы сразу подумали, что это обстреляли украинцы. Чтоб сильно не, кажется, не расслаблялись. И потом вот, вроде днем 16-го, кажется, ничего-ничего. Я стоял с той стороны, где взрыв упал, где обрушилось. Сын на втором этаже, на балконе спал. Произошел взрыв, меня выкинуло с кирпичами. Это, слава богу. Вот это я, брат, только сейчас подлечил. Сына дверью дубовую придавило. Все осколки рядом прошли. И он потом выполз. А маму мы не нашли. Тут очень все так хитро сделано. Потому что военные, да, украинские, вот это в черном камуфляже, на джипах, они заезжали, за дом где-то остановились. И мы слышим, как выпускают мины. И уехали. Потому что военные заходили куда-то. Или они положили взрывчатку и все подстроили. Подстроено под авиабомбу. Не выпускали в каком смысле. Они просто говорили, вы выйдете, вас расстреляют. Все. Заметил одну, когда мы начали переживать. Военные привезли некоторых украинских своих семей, мы видим. А потом на следующий день их вывезли. У всех уже страх боится. Потому что он сказал, не переживайте. Нас весь мир знает, что тут много детей и стрелять здесь не будет. Но перед этим утром, не утром, да, утром, где-то лазили там два военных, наверх поднимались на четвертый этаж, что-то осматривали, фотографировали. А когда они делают, это у нас уже вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!